Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новость «Анапа. Регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Ярмарка «Привоз» в станице Анапское переехала. Курортная «Анапа» меняет осенний цветочный наряд на зимнюю версию. 12 ноября по календарю праздников – Синичкин день. По народным приметам, синицы, предчувствуя скорая холода, с этого дня перелетают поближе к людям. Анапа принимает краевые соревнования по синхронному плаванию. А сейчас обо всем подробнее. Ярмарка «Привоз» в станице Анапское переехала в более удобное, безопасное и просторное место. С сегодняшнего дня ярмарка «Привоз» работает каждую среду в районе Вечного огня в станице. Покупатели приглашают за качественными местными продуктами по доступным ценам. Ярмарка «Привоз» в станице Анапское работает на новом месте в районе Станичного парка. Ранее она располагалась на территории торгового центра Николаевский. Припаркованные у обочин автомобили оставляли слишком мало места для проезда, заторы на трассе. И для самих покупателей новое место под ярмарку показалось более удачным. Теперь станичники всем довольны. Нигде не столпотворения никакого. Не так, как было там. Не пройти. Там машину очень много было. Скопление такое, что нельзя даже улицу перейти столько было. А здесь все в порядке. Ярмарка – это прекрасно. Места много. Народ, который не знал, но в первый день же, когда вот сюда приехали, народ идет сюда. А сегодня все еще с утра идут, 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 все говорят. Потому что взял здесь рядом остановочка. Одна остановочка, другая остановочка. Очень хорошо все придумано. Заместитель главы Александр Колесников лично проверил цены на сельхозпродукцию, благоустройство территории. Выполняется ли договор между администрацией и фермерами. Сельхозпроизводителям должны предоставлять бесплатные места, а они в свою очередь продавать товары по самым доступным ценам. Дешевле. Вот на рынке яблоки. Вот, например, я купила по 70 рублей хурму. А на рынке эта хурма стоит у нас, вот в Анапской, 120-150. Ну, разве мы, старики, можем это покушать взять? Нет, конечно. По сравнению с магнитовскими ценами, тут намного дешевле. Теперь сельхозпроизводители предлагают свою качественную местную продукцию по доступным ценам в едином месте. Рядом расположены две автобусные остановки, школа и садик. Забирая детей, родители могут купить продукты к домашнему столу. На ярмарке-привозе в станице Анапска более 30 фермеров предлагают овощи и фрукты. Индивидуальный предприниматель Татьяна Васильева продает овощи на ярмарке-привозе уже год. Переехали мы на новое место. Здесь нам уютнее, ровненькие ряды. Администрация старается для нас, убрали все лишнее. Народ здесь удобнее ходить, площадки как бы все асфальтированы. Облагораживают, везде делают, чтобы было культурно, красиво, удобно покупателям. Поддерживаем цены, стараемся. На ярмарке-привозе любой желающий может бесплатно приобрести свежий выпуск газеты Анапска-Черноморье, чтобы всегда оставаться в курсе городских новостей. В Управлении сельского хозяйства ведется разработка планов по улучшению привоза, чтобы он был еще доступнее и комфортнее для жителей. Планируется организовать все в стиле кубанской казачьей ярмарки. Например, покупатели смогут приобретать товары под звуки музыки радио «Казак-ФМ». Для того, чтобы ярмарка-привоз переехала на новое место, площадку расчистили, спилили высокие многолетние тополя, которые представляли реальную угрозу для станичников. Лица, приезжающие торговать, они становятся вдоль тротуарной дорожки. Люди нормально подходят, покупают. Есть возможность и, самое главное, безопасность. Глава города поставил задачу создать для людей все условия для того, чтобы люди имели возможность купить непосредственно нормальный, хороший товар у производителя. И мы эти условия создаем. Ярмарка-привоз в станице Анапской работает каждую среду с 8 утра до 15 часов дня. Чище, красочнее и ярче. Курортно-анапа меняет осенний цветочный наряд на зимнюю версию. Работники предприятия «Зеленстроя» благораживают городские клумбы, газоны и высаживают цветы на городских цветочных часах. Алина Гумерова продолжит тему. Первые цветочные часы появились в саду Карла Линнея еще в 1755 году. Это был выдающийся шведский естествоспытатель и ботаник. Он долгие годы наблюдал скурпулезно за образом жизни прекрасных созданий природы – роса, дуванчика, виолы, даже картофельных соцветий. А позже в его сад тянулись толпы иностранцев и соотечественников, чтобы посмотреть на явившееся миру чудо цветочные часы. Достопримечательность, сотворенная руками специалистов «Зеленстроя», стала одной из популярнейших на всем российском Черноморском побережье. Клумбы цветочные часы установили в Анапе в 2008 году. Механизм разрабатывали и собирали мастера из Польши. Диаметр часов составляет более 10 метров. Ночью к прекрасному цветочному виду добавляется подсветка. Часами во всех деталях управляют автоматикой, в том числе и поливом. А на общении гостей курорта обязательно фотографируются на их фоне. Мастера «Зеленстроя» постоянно ухаживают за клумбой, обновляют цветочную композицию несколько раз в год. Замена вообще проводится два раза в год. Но если перезимовало плохо, рассада, были заморозки, повредилось, мы подсаживаем, конечно же, весной, чтобы часы всегда были у нас красивые. Перед посадкой цветов мастера сначала убрали сухие бархатцы, произвели подготовку почвы, внесли удобрения. Цветочные часы украсят 6,5 тысяч цветков виолы. Преобразится цветочный вид и в сквере у здания администрации, на въездах в город и на театральной площади. Специалисты «Зеленстроя» планируют высадить 7 тысяч тюльпанов и 33 тысячи виол. Анапа продолжает оставаться городом цветов даже на пороге зимы. И к другим темам. Анапа претендует на звание «Лучший курорт Черноморского побережья». На курортного Олимпе 2014 Анапа представлена во всех основных номинациях. «Лучший курорт Черноморского побережья» будет определён на основании результатов онлайн-голосования и по данным мониторингов курортных территорий, которые Министерство курортов и туризма проводит в постоянном режиме. Поддержать Анапу можно уже сейчас, проголосовав за неё на сайте тройная W курортолимп.ру раздел «Конкурс» под раздел «Голосование». Напомним, в прошлом году она позавоевала 5 наград конкурса лидеров туристской индустрии, 3 из которых золотые. Церемония награждения победителей 2014 состоится в декабре этого года. 12 ноября по календарю праздников «Синичкин день». В народе день Зиновия-синичника, покровителя птиц. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, прилетали поближе к людям. О том, как можно помочь пернатам накануне зимы, расскажет Рината Кадырова. Уже несколько лет подряд 12 ноября отмечают, как день встречи зимующих птиц. Вывешиваются кормушки и начинается подкормка пернатых. Но нужно не забывать, что птицы нуждаются в вашей помощи и заботе не только в свой праздник, но и каждый день зимой. Малый дятел, воробьи, сойки, галки, пеночки и утки – это неполный список птиц, которые обитают около нового офиса Государственного заповедника Утриш. Для пернатых специально вывешена кормушка, где они могут найти что-нибудь вкусненькое. Если вы начали кормить птиц, то, конечно же, нужно продолжать следить за тем, чтобы корм был каждый день к кормушке. Очень любят они семечки, любые семена, любые крупы, сырые только. Ни в коем случае нельзя давать какие-то жареные, копченые вещи, соленые. Синички очень любят сало. Не соленое, если вы кусочек сала подвесите своей кормушке, то к вам прилетят на пир ваш очень много синиц. На самом деле очень много птиц, особенно мелких, гибнет из-за того, что они недоедают. Потому что для птиц важнее, конечно, еда, чем страшнее голод, тем холод. Татьяна очень любит птиц, но больше ей нравятся маленькие птицы, похожие на калибри. Далеко не всем дано понять это увлечение, но даже самый сухой и черствый человек не может не любоваться этими птицами. Одна кормушка способна спасти от смерти до 50 синиц за зиму. Одна синица спасает от вредителей до 10 деревьев за сезон. Одно небольшое дерево обеспечивает кислородом три человека. Мне очень нравится пеночка веснянка, которая здесь у нас летает. И похоже на калибри очень сильно. Эта птица такая неуемного энергии. Она не сидит на месте, она все время машет крыльями. В общем, интересная такая маленькая птичка. Покормить птиц – несложный и приятный способ проявить человечность и стать добрее. Для этого нужно смастерить кормушку и следить за тем, чтобы в ней всегда был корм. Она должна быть удобна и безопасна для птиц. Плотное крепление, никаких острых краев. Мы не знаем, кто склевал наше угощение – синицы или другие птицы. Но надеемся, корм пошел на пользу. Спортивная тема в продолжении выпуска. Один из самых красивых, слаженных и сложных видов спорта – синхронное плавание. В Анапе стартовали краевые соревнования в детско-юношеской спортивной школе «Виктория». Аргентинская танго можно танцевать и в бассейне. Алые розы в волосах, порывистые движения, сложные поддержки. Только вокруг танцующих фонтаны – брызг. В детско-юношеской спортивной школе «Виктория» начались краевые соревнования по синхронному плаванию. Более 50 спортсменок приехало на соревнования. Свои команды представили Анапа, Сочи и Краснодар. Причем у анапской команды и опыт еще небольшой, и возраст совсем юный. Но тренер выступлением довольна. Они молодцы, я их могу похвалить, потому что они собрались. А сейчас они постарались и очень хотели показать Анапе, что они что-то умеют. Анапа, Сочи и Краснодар. Две возрастные группы у нас. Край проводится по 99-2002 год рождения. И еще 12 лет и моложе федерация проводит Краснодарского края. Внимание зрителей приковали спортсменки из Сочи в образе розовых пантер. Многие девушки занимаются плаванием всю сознательную жизнь с трех лет. Тяжелый вид спорта, но плавание это уже стало как жизненно необходимо. Живем для того, чтобы создавать какие-то новые программы, чтобы родители понимали, во что вкладывали всю жизнь. Идем к мастерам спорта, добиваемся целей и хотим показать, на что мы способны. Каждый раз на соревнования выкладываемся по полной. Надеемся, выступили достойно и достойно первого места. Соперники сильны, но друг о друге отзываются только доброжелательно. Понимают, что спорт – это тяжелый труд. Относятся друг к другу с уважением. В каждом городе на разных соревнованиях спортсмены подстраиваются под разные бассейны. Выкладываются по максимуму. Мы очень долго готовились, но не до конца. Готовили свои композиции, очень волновались. Тяжело здесь делать, но мы сделали все, что смогли, постарались. Надеемся на хороший результат. В первый день соревнований участницы демонстрировали групповые и комбинированные выступления. Впереди обязательная программа «Фигуры». Завершится соревнование выступлениями соло и дуэтов. Итоги подведут 13 ноября. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. В четверг 13 ноября в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 14-16, ночью до 11 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме – 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 11 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц.